Я сказал, что нет, этого не надо делать. Что ты даже не думай об этом, потому что это неправильно. Если ты разовьешь в себе эти качества... Когда ты читаешь чужие истории успеха, это тебя забивает. Мурат будет ругаться, Мусаев, я вам расскажу одну историю, тренер. Он хотел поехать на стажировку к Саре. Это тренер Челси просил меня. Я сказал, что нет, этого не надо делать. Что ты даже не думай об этом, потому что это неправильно. Он обиделся, обиделся неправильно словом, взрослый мужик. Окей, я еще поддевал его с Сарика, проигрывали и так далее. Потом он нашел и прислал мне статью, когда один русский великий тренер, канадцы приехали в Европу тренироваться. Это 30-е или 20-е годы, хоккей же, канадская игра. И он просился на стажировку. Он потом стал великим тренером. Другой великий тренер сказал, что нет, туда не поедешь. Тот обиделся и все такое прочее. Он мне прислал условия, я не знал. Это просто так совпало, получилось смешно. И потом они поехали в Канаду, он обыграл. И канадцы начали смотреть его тренировки. И потом он сказал, что теперь ты можешь ехать и смотреть, как они тренируют. То есть, когда ты читаешь чужие истории успеха, это тебя забивает. Твою эмоциональную целостность в том, что ты сам можешь сделать. Ты начинаешь чуть-чуть копировать здесь кальку, здесь чуть-чуть смотреть, как он делал. И ты, если ты готов, это тебе мешает. Ты должен жить свою жизнь со своими ошибками и все прочее. Ты не должен свое естество подавлять чтениями других историй успеха. Потому что ты тогда не добьешься сам этого успеха. И это будет не твой успех. Это будет какая-то калькированная история многих людей. Что ты посмотрел вот сюда, сделал здесь вот так, сделал здесь вот так. Ты должен свою жизнь сам чувствовать, сам жить. И тогда то, что добьешь, оно будет уникально. Потому что это твои ошибки были, это твои достижения, это ты был. Я думаю, что вообще чему-то добиться, возможно, если, наверное, ты угадаешь, где твое предназначение. Это очень важный элемент. Меня часто спрашивали, что надо сделать, чтобы получить успех. Помимо желания, которое должно быть у любого человека, должна быть еще склонность к тому, что ты занимаешься. Вот это очень важно. И это важно даже не вот в этом возрасте, а это важно слышать родителям, которые могут угадать, что у ребенка может получиться, а что нет. Потому как, какие бы я усилия не прилагал, ну, вряд ли бы я на фортепиано играл, не знаю, лучше Кисина и так далее, да. Бизнес является такой же специализированной вещью. Это нельзя признать как то, чем могут заниматься все. Это не плохо, не хорошо. Это так природой дано. Я вот, например, с удовольствием, может быть, лучше в футбол бы играл, а не бизнесом занимался. Ну, свою футбольную карьеру в 14 лет закончил, когда понял, что, наверное, это не совсем мое. Так и бизнес. Тут нету секретов каких-то. И, наверное, то, что вообще можно говорить о том, чего можно добиться в бизнесе или мотивации, это, наверное, не знаю, для 4-5% населения, которое учится сейчас на экономических факультетах, кто-то будет зато при этом великолепным управленцем, но он не может быть предпринимателем. Хороший предприниматель иногда не может быть управленцем. Это такая специальная область, как у художники, как у врачи. Или ты отсюда, или нет. Я это абсолютно со средними способностями был. Ну, не знаю, там, бегал во дворе, там, играл в футбол, там, колени сбивал. Я под Сочи родился там у нас. Кроме футбола бильярда, с вами днями ничем не занимались. Учился, ну, наверное, без троек, да. Но назвать себя фантастическим учеником я бы не стал. Я думаю, что в бизнесе, особенно в том, в котором я занимаюсь, невероятно важный элемент логики. Если ты разовьешь в себе эти качества, мыслить логично, то, собственно говоря, это является достаточно серьезной платформой для того, чтобы ты мог дальше заниматься. Помимо этого, нужны другие еще качества. То есть ты должен, как мне кажется, фантастически любить то, что ты делаешь. Иметь невероятную целеустремленность. Потому что мотивировать себя каждый день, когда ты два завтрака съесть не можешь, а ты уже заработал на них, это тоже нужно искать себе, как мотивировать. Но базисная вещь, я считаю, что является логика. Почему я про это говорю? Вот где-то в классе в 7-8, когда я свою трудовую деятельность в футболе закончил, я начал заниматься совсем мимолетно, года два я занимался шахматами. Ну, причем мне так неплохо получалось. Я за два года когда-то мастера стал, чемпионом Сочи стал и так далее. Но я почувствовал, что я стал мыслить по-другому. И вот я четко почувствовал, что вся школьная программа вообще не нужна в том плоскости, в которой она есть. И вот логика, она нужна не только предпринимателям, но это очень была важная базовая платформа для того, чтобы что-то у меня получилось. Вот школа современная, у меня вообще к ней очень большие вопросы. Это вот чистое начетничество, что в 21 веке совершенно невероятно глупая вещь. То есть мы изучаем огромные объемы информации, которые, в принципе, можно за две минуты получить в интернете. Рационально ли это? Да, нужны базисные знания по всем предметам, но нужно ли вводить предметы, которые позволяют людям дальше идти по жизни? Вот я думаю, что логика – это та вещь, которая необходима. Шахматы, кстати, являются очень хорошей игровой моделью логики. И вот мне кажется, что логика была платформой, которая послужила возможностью дальнейшего возможности. А везение было? Везение – обязательный элемент. Элемент везения есть у каждого в жизни. Кто-то его использовал, кто-то нет.